Добрый день, уважаемые студенты и наши возможные слушатели! Мы с вами рассматриваем театр как одно из древнейших явлений человеческой культуры и как один из родов литературы. В предыдущей лекции мы говорили с вами о церемонии, которая сохраняется в ряде мусульманских стран под названием Тазия. И в иранской культуре этот вид ритуального представления, который связан с очень древними корнями и уходит в глубокую древность, этот обряд или представление связано с героем по имени Сияваш. Сегодня мы говорим с вами о явлении, которое тоже сохранялось достаточно длительное время в иранской культуре и это явление называется мир Новрузи. В иранской мифологии существуют различные мифы и легенды о том, как вообще появляется вот этот день Новруз и каковы его праздничные ритуалы. В Шахнамы описывается, что легендарный и, наверное, даже мифический иранский царь Джамшит основал Новруз для того, чтобы спасти человечество от зимы, которой было суждено убить все живое. Чтобы победить эту убийственную зиму, Джамшит построил трон, усыпанный драгоценными камнями. Он заставляет демонов поднять его над землей и, когда он сидит на этом троне, он начинает сиять, как солнце. Существа нашего мира, естественно, мифические существа собирают и разбрасывают вокруг него драгоценности и они провозглашают, что вот этот день это новый день или Новруз и получается, что именно этот новый день и трон Джамшида теперь могут победить вот эту убийственную зиму. Поджих Шахнамы Новруз совпадает с первым днем Фарвардина и это первый месяц иранского календаря. На сегодняшний день не совсем понятно, действительно ли протоиндоиранцы отмечали вот этот праздник в первый день календаря, но есть свидетельство тому, что вот эти вот народы могли наблюдать и отмечать начало и осени и весны и, соответственно, отмечать дни, когда нужно собирать урожай и дни, когда нужно начинать посев семян. Ученые Мэри Бойс и Франц Гринетт объясняют традиции сезонных праздников и комментируют это так. Возможно, что великолепие именно вавилонских празднеств в эти времена года побудило иранцев превратить свой собственный весенний праздник в устоявшийся новогодний праздник с тем, чтобы назвать его Новосарда или Новый год и вот под этим названием именно оно впервые будет зафиксировано в среднеперсидском произношении и Новосарда день, как Новый год, относится к периоду Ахименидов. Получается, что действительно, поскольку Ахимениды находятся как преемственная цивилизация после длительной цепочки Шумер, Акад и все прочее, но тем не менее, они действительно являются прямой линией преемников, они знают о том, что был такой праздник Акиту, и это был вавилонский праздник, который устраивался весенний месяц Ниссан, и вот этот месяц как раз и совпадает с праздником и началом месяца Новрус. Поскольку коллективные наблюдения древних иранцев, как считает ряд исследователей, в целом носили сезонный характер и были связаны с сельским хозяйством, как считает ряд исследователей, вероятно, что вот эти вот древние люди традиционно проводили праздники как осенью, так и весной для того, чтобы отметить основные поворотные моменты естественного года. Хотя слово «Наврус» не записано в ахименидских надписях, тем не менее, есть подробный отчет ксенофонта о том, как Наврус праздновали в Персиполе и что это преемственность из ахименидской традиции. Наврус был важным днем во времена империи ахименидов, годы существования этой империи около 550-го до 330-го года до н.э. Из разных земель правители разных народов, которые подчинялись династии ахименидов, приносили дары царю царей, и значение этой церемонии было таково, что назначение царя Камбиса II царем Вавилона было узаконено только после его участия в упомянутом ежегодном праздновании ахименидов. Есть предположения, которые имеют ряд доказательств, что знаменитый комплекс Персиполя или, по крайней мере, дворец Ападана и зал Стаоколон были построены специально для празднования праздника, который потом называется Наврус. Одним из известных архетипов мировой мифологии является рост растения из крови так называемого растительного бога, и это показывает очень прочную связь бога растения с плодородием природы. Вы видите сейчас на слайде растение, которое называется Венерин волос, и оно, вот это растение, как раз связано с мифом о растительном боге. Сияваш или сиявуш, о котором мы с вами говорили в предыдущей лекции, это древний растительный бог Ирана, не является исключением. Когда он умирает, его кровь, конечно, проливается на окружающие растения. Фердоуси в Шахнаме пишет, что когда по приказу Афросиаба отрубали голову сиявашу, они взяли ёмкость с кровью и бросили её в заранее уготовленное место, и когда кровь смешалась с землёй, земля закипела, стала небольшим холмом, и в то же время из него выросло растение, как раз вот этот самый Венерин волос, и на каждом листе этого растения была кровь сияваша. В культуре иранцев это растение называется персиявшан. В Иране с наврузом тоже, получается, был связан ритуал смерти и воскрешения сияваша, замученного растительного бога Ирана. То есть за несколько дней до начала навруза, а сначала оплакивался сияваш, когда наступал день навруза, то все праздновали и радовались, словно сияваш вернулся к жизни. В связи с приходом Нового года обширная местная культура с совершенно общими чертами умирания и воскрешения растительного бога прослеживается от долины Инда до Западной Азии, таким образом, что каждый год проводилось пышное ритуальное празднование в честь растительного бога. Хотя обряды этого торжества были не везде полностью идентичны. Эти торжества, которые являются на самом деле празднованием смерти и воскресения растительного бога, сначала проводилась траурная церемония, а потом, как будто растительный бог возвращался к жизни, все радовались и праздновали. Таким образом, вот эти люди считали, что бог растений проявит к ним свою милость, и в этом году у них будет более урожайный год. Смерть и воскрешение растительного бога всегда были связаны с началом Нового года, а целью проведения этих ритуалов было привлечение милости бога, плодородия, и как следствие пробуждения репродуктивных сил природы. В основе каждого мифа о плодородии были божества, известные как боги растения, чья смерть и воскрешение олицетворяли зиму и весну природы. Эти божества, которые имели растительную природу, пользовались огромным уважением у людей с первобытно-общинных времен. Люди относились к этим богам с большим уважением и старались, чтобы год был плодотворным, привлекая тем самым их любовь и милость. Конечно, среди растительных богов мы уже с вами говорили о культе Осириса в египетской мифологии, культ Атиса есть в греческой мифологии, а в шумерской мифологии это культ умирающего и воскрешающего бога Думози. Мы говорили с вами в предыдущей лекции о сиявуши и говорили о том, что миф о нем – это символ специфических представлений земледельческой культуры, азиатских обществ об осени и весне, засухе и дожде или, в общем, о растительном цикле. В период до прихода арийцев этот миф, который был вдохновлен мифологии богов-растений, находит свои формы представления в Неджде, Иране и долине Инда в соответствии с иранской культурой, и он был сконцентрирован там в течение периода около 3000 лет в Средней Азии. Все мифы о сияваши и о его воскрешении исполнялись в манере театральных ритуалов. Этот ритуал проводился особым образом каждый год одновременно с естественным наступлением весны. Эпический миф о сиявуши основан на двух принципах – добра и зла или света и тьмы. Эта двойственность проявлялась в жизни и мыслях древнего земледельца, соответственно, в виде зелени и засухи, благоденствия и разрушения весны и зимы. Эти верования, особенно для земледельцев, будь то коренные жители или оседлы, арии и земледельцы, сопровождались особыми ритуалами траура сияваша, чтобы призвать и побудить воспроизводящие силы природы к размножению. Но врус считался началом лета и началом года в сукдийском и хоризмийском календарях. Время проведения траурного обряда по сиявушу приходилось на пять дней первого месяца года, а шестой день назывался кин сияваш, то есть в этот день рождался его сын и получается, что потом считалось, ну не потом, а считалось, что со смертью сияваша наступает засуха, а с воскресеньем сияваша, которое осуществится с рождением и началом царствования его сына Кихосро или кин сияваша, начнется дождь и засухи наступит конец. Кихосро выглядит точно так же и ведет себя так же, как его отец и, другими словами, он повторяет его существование. В социальной перспективе сияваш возвращается в личности Кихосро, чтобы установить справедливость. Но врус, как старый и очень древний праздник, был унаследован от многих этнических групп в регионе Ирана и благодаря своему особому значению он приобретает многие иранские корни рождений и он упоминается как символ, который объединяет различные группы в Иране и не только, как вы знаете, в Иране, то есть это праздник, который отмечается у очень многих народов и, тем не менее, как считает большинство ученых, в том виде, как Новорус приходит и, как мы знаем его сейчас, это все-таки древнее иранское наследие. Иранцы считают Новорус началом возрождения природы и роста и рождения садов и парков и они считают, что Новорус одновременно с обновлением природы и люди тоже должны начать новый этап своей жизни с новым мышлением и отношением во всем новом, включая новую одежду. Но я надеюсь, что вам об этом известно. Новорус с официальным названием Международный день Новорус это наследие ЮНЕСКО как культурное и духовное наследие всего человечества. Но на самом деле Навруз это не единственный день, это ряд праздничных событий и внутри Навруза происходит тоже несколько, может быть, даже не одно и не два, а ряд символических и каких-то праздничных церемоний. То есть получается, что на самом деле Навруз не состоит только из какого-то одного представления. То есть вообще в Наврузе, в Иране много таких вот, скажем, праздничных программ. И первое представление Навруза это Чахарбансури. Это особая церемония очищения огня. Огонь зажигается ночью перед наступлением этого дня. И некоторые люди отмечают Навруз Чахарбансури тем, что начинают прыгать через огонь. После того, как Чахарбансури отмечают, то есть это особая церемониальная ночь, потом в некоторых регионах отправляются к могилам недавно умерших людей. Но есть более распространенная церемония, она называется Эльфей, и она распространена в Южном Хорасане. Эта церемония проводится либо прямо в гробницах, либо на кладбищах, и иногда в мечетях. И она предназначена для почитания и уважения умерших. И в этой церемонии на стол вместе с молодой зеленью кладут местные сладости, которые называются Кадабнан Ширигак. В иранской традиции праздничного стола, именно к празднику Нувруза, есть особая церемония, она называется Хафт-Син, и она переводится, то есть Хафт это семь, а Син это пятнадцатая буква персидского алфавита, то есть стол Хафт-Син включает в себя семь элементов, которые в персидском языке начинаются с буквы Син, то есть это Сир, чеснок, символ медицины, это Сиб или яблоки, символ красоты и здоровья, это Сабзе, это проростки пшеницы или чечевицы, и это символ возрождения природы, это Синджет, это особое растение данного региона, в латинском языке, оно в классификации называется Лох, и это символ любви, это Серке или уксус, символ мудрости и терпения, это Саману, это особый хлеб, который делается из непроросших вот клейковин какого-то хлебного злака, и может быть хлебный пудинг, так было бы сказать, правильней, и это символ достатка, в кавказских культурах вот чаще всего говорят сумаляк, это сумаг, это тоже особое растение ирана, и это символ рассвета. Иногда к столу Хафтсин добавляют еще три предмета, которые тоже начинаются с буквы Сим, это монеты, которые по-персидски называются Секке, это гиацинт или цветок, который называется Сомбол, и это часы, которые по-персидски называются Суат. Есть и ряд других символических предметов, которые используют для сопровождения стола Хафтсин, туда могут входить зеркало, свечи, крашеные яйца, золотые рыбки и традиционные персидские сладости. В Хафтсин еще добавляют иногда книгу мудрости, и в зависимости от времени, когда вот этот стол готовят. Это могла быть авеста, шах-намы, диван Хафеза, но сейчас может это быть и Коран. Проведение массовых спортивных соревнований на городских и сельских дорогах еще один ритуал, который проводится во многих странах по случаю дней навруза. Сейчас на слайде вы видите бускаши. Это традиционная конная игра, которая является нематериальным культурным наследием человечества, например, в Киргизии. Все обычаи наврузы, а их действительно очень много, имеют древнее происхождение и они очень интересны для изучения с точки зрения антропологических знаний. Иранцы верили, что судьба человека и мира в наступающем году решается именно в Новрус. Также есть легенда, что в этот день о Заратуштры был тайный разговор с Богом. Именно в этот день людям земли раздается удача, поэтому иранцы называют Новрус еще и днем надежды. В некоторых источниках, как праздновали Новрусы в древнем Иране, также сохранились записи о том, что в первый день Новруса правитель или шах просил, чтобы люди приходили и высказывали свои жалобы на все, что их не устраивает. Он рассматривал каждую жалобу так, как если бы перед ним был человек знатного происхождения. И если кто-то приходил с жалобой на самого шаха, он обращался к Мобадан-Мобеду. Это особая фигура вернее Мобадан-Мобеду это особая фигура в иранской культуре. Это священный мудрец. То есть вот к такому человеку или человека, который символизирует Мобада, он обращался для того, чтобы решить какую-то проблему абсолютно любого человека. Вот может быть после такой церемонии, а может быть и по совершенно иным причинам в Иране в дни Навруза был очень интересный обычай и он связан был с тем, что из людей выбирали простого человека, его назначали царем или эмиром, отсюда слово мир, то есть это мудрец или какой-то знатный человек, из действительно вот этого корня происходит слово мир, и он назначался временным правителем, которого называли мир Навруз или мир Наврузи, и в зависимости от региона в течение одного или нескольких дней мир Наврузи доверялось ведение всех городских дел, и в зависимости от того, на сколько дней его назначали правителем, после того, как дни его царствования подходили к концу, все его приказы тоже отменялись. Мир Наврузи это было сложное театральное представление, и оно начиналось в первую среду каждого года, то есть это обязательно был определенный день. Представление мир Наврузи символизировало всеобщее счастье в дни празднования Навруза. Получается, что этот обычай был связан с тем, что человека простого, совершенно обычного и может быть даже больше, чем обычного бедняка выбирали и назначали его миром, и местные правители и наместники его, то есть он назначает свое правительство, берут на себя ответственность за все дела в данном местности на один или несколько дней. Пока управляет мир Наврузи и его правительство, остальные реальные правители должны доверить ему власть и подчиняться его приказам и считать их действительными. После истечения вот этого срока празднования Навруза и царство мир Наврузи тоже закончится. Вот это правительство, которое назначало мир Наврузи, оно называлось Сепанджи или заимствованное правительство и они должны были в том числе следить за тем, чтобы сам человек, который исполняет роль мир Наврузи не смеялся и не улыбался, несмотря ни на какие веселые действия, которые происходят вокруг него. И обязанностью каждого из членов правления Сепанджи было сместить его с должности, если он увидит на лице мир Наврузи хотя бы малейшую улыбку или услышит смех. Членами правительства Сепанджи мира Наврузи были сам мир или эмир или амир, потом старый министр его выбирали советником и он выбирался из числа остроумных стариков. Министр правой руки он отвечал за обычные дела. Министр левой руки который отвечал за выполнение необычных или нелепых приказов. Мерза который занимал должность секретаря. Человек которого называли Гопал Зивин. Гопал это особая булава. Он держал ее в руках и передавал приказы от мира Наврузи другим. Ваш Киран это персонаж который носил платье и шерсть и животных и к нему было прикреплено множество колокольчиков. Ваш Киран должен был смешить других различными шутками и он высмеивал всех кроме самого мира Наврузи. Также в эту актерскую тропу входили слуги и актеры которые играли женщин и если они играли женщин то их платье обязательно должно было быть красного цвета. Рамешгары это были местные музыканты которые играли музыку и все это действо сопровождалось музыкальным сопровождением и вот этот театрализованный ритуал проводился каждый год и проходил как веселое и увлекательное представление. Понятно что никакой другой цели кроме веселья смеха и игр в данном представлении не было и все постановления которые издавал мир Наврузи отменялись после того как заканчивались дни Навруза. Удивительно но мир Наврузи это не совсем явление которое появляется у иранцев точно такой же персонаж и точно такое же театрализованное представление было обычным явлением еще в Вавилоне и встречается также и у других народов. На территории Ближнего Востока Навруз празднуется только представителями тех народов которые проживали там до прихода арабов возраспространения ислама и возникновения арабского халифата. Навруз например не празднуется арабами. В Турции с 1925 по 1991 годы официально празднование Навруза было запрещено. В Сирии празднование Навруза запрещено до сих пор. Праздник и дни Навруза и все ритуальные и церемониальные представления имеют доисламское происхождение и философия этих дней обрядность не имеют к исламской религии никакого отношения. Получается, что исторические корни Навруза имеют в Иране языческое и зороастрийское прошлое и натурфилософская сущность этого праздника находится в противоречии с исламом, сущность которого заключается в строгом единобожии и отрицание преклонения перед природными силами. Когда ислам приходит на территорию Ирана, как вы понимаете, противостояние вот этих культур становится в разные времена, конечно, может быть где-то более сильным и часть, наверное, представлений Навруза остается уже историческим прошлым. Но, как я уже сказала, сам Навруз или, как у нас говорят, Наурыс является одним из самых веселых и самых любимых праздников для всего населения. Он сейчас отмечается повсеместно и является международным днем, является тем самым культурным наследием всего человечества. и может быть какие-то традиции прошлого тоже постепенно будут возвращаться в этот уникальный день. Когда-то больше трех тысяч лет назад какое-то историческое событие легло в основу того, что неизвестный растительный бог был похоронен, а потом воскрес, и память в этом живет спустя поколения и тысячелетия. Уважаемые студенты и наши возможные слушатели, если вас заинтересует любой из аспектов, озвученный мной в данной лекции, я думаю, что вы можете изучить эти вопросы самостоятельно. А сейчас спасибо за внимание. субтитры и субтитры субтитры субтитры